МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 век уравнял женщин в правах с мужчинами в освоении новых профессий, возможностях карьерного роста. Однако в погоне за успехом многие стали забывать о главном своем предназначении. Воспитывать девочку в православных традициях сегодня значит помочь осознать особенность своей природы, ее сущность, чтобы, повзрослев, женщина могла противостоять веяниям времени, призывающим покинуть то место, на которое ее поставил Господь. С 2014 года в поселке Безенчук Самарской области культурно-просветительский центр «Русское возрождение» при участии прихода в честь Святой Троицы ведет военно-патриотический клуб «За други своя», где мальчишек воспитывают защитниками своего отечества, прививая такие добродетели, как мужество, терпение, выдержка, сила духа. Посещать эти занятия могут и девочки. Но священнослужителям центра и его руководителю Юлии Николаевне хотелось предложить им что-то более подходящее. Так был написан проект клуба для девочек «Горлицы», который стал одним из победителей международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Этот проект клуба «Горлицы» посещен воспитанием девочек в духе русских православных ценностей. Целомудрие, чистота, послушание, умение быть матерью и верной супругой, спутницей жизни, помощницей, хранительницей домашнего очага. Поэтому девушки в нашем клубе учатся, конечно, ремеслам, чисто женским. В этом я вижу еще один очень большой плюс, что они учатся творить. В наше время всеопребление. Люди все покупают, все где-то берут, все употребляют. Но ничего, к сожалению, не делают сами. Знают какую-то узкую свою специальность. А даже дома, к сожалению, уже порой не готовят, порой никакой работы не делают, не шьют, не вяжут. Название клуба выбрано, конечно, не случайно. Горлица – птица семейства голубинах, а голубь в христианстве символизирует Святой Дух, чистоту, мир, крещение, благую весть, жертвенность. В Священном Писании об этой птице говорится много раз. Именно голубь принес Ною оливковую ветвь, как символ того, что потоп окончен и появилась земля. Он принес масляничный оливковый листочек, веточку. В Псалмах Давид обращается и говорит такие слова. «Кто дал бы мне крылья, такие, как у голубя, чтобы я улетел и успокоился?» То есть он мечтает о том, чтобы у него были крылья, чтобы улететь от своих страданий. В книге пророка Исаии в Ветхом Завете тоже есть такая фраза. Он говорит о том, что кто это такие тысячи, которые летят как голуби к голубятным своим. То есть он говорит о том, что о тех людях, о тех тысячах тучах людей, которые придут поклониться Спасителю. В Новом Завете мы тоже встречаем образ голубя или горлицы. Мария с Иосифом пришли на Сретине в храм принести жертву за младенца Иисуса. По закону положено было, чтобы принесли агнца, ягненка. Но так как они были очень бедны, то разрешалось приносить двух птенцов в голубинах или горлиц. Они приносят двух горлиц. Почему двух именно? Первая – во всесожжение, и вторая – во оставление грехов. Святые отцы говорят о том, что две горлицы олицетворяют собой Ветхий Завет и Новый Завет. В Новом Завете, смотрите, при крещении Господа в реке Иордан, когда Иоанн крестил его, Дух Святой в каком образе входит? В образе голубином, да? И что интересно, еще есть такое замечание, что никогда нечистая сила не может принять образ голуби. И вот это очень символично для нас, потому что девочки, они как эти маленькие птички, они себя тоже приносят жертву в свое время. Свои какие-то, может быть, интересы, да? Они жертвуют ими, приходя сюда и делая доброе дело. Безвозмездно, да? Не получая из-за этого ничего, то есть никакой платы. Вот в этом проявляется любовь к ближнему. Встречи проходят у Юлии Николаевны дома. Сначала была идея где-то сделать это в казенном помещении. Ну, во-первых, не нашлось такого помещения. Во-вторых, клуб объединяет несколько направлений. И очень важно, чтобы была кухня, где можно проводить кулинарные занятия. Был большое просторное помещение, где находятся машинки, скроенный стол, да, гладильное оборудование. Ну и так как эти занятия происходят в различное время года, конечно, очень важно, чтобы это было тепло, уютно. Ну и вообще хотелось создать такой домашний, домашний клуб, уютный. Помните, как раньше всегда была изба, собирались в одной избе русские девушки. И что делали? При лучинах, при свечах они там пряли, да, вязали, что-то там шили, вот пели песни. Вот хотелось бы как-то аналогию такую сделать. С тем временем, то есть тоже в доме, в уюте, в тепле, в доброте девочки своими руками что-то делают. То есть поддержать эти традиции, которые раньше у нас были, они же замечательные. Поэтому выбрано было так, что вот это происходит у меня дома. Я очень рада, что мой супруг это поддерживает. Как бы ни были обильные жизненные блага семьи, подрастающей девочке важно знать, что мир изменчив, и что только Господь знает, как повернется наша жизнь. Став взрослой, если понадобится, она могла бы не только сама перенести тяготы жизни, но и стать поддержкой своим близким. И здесь, конечно, пригодятся хотя бы минимальные навыки дружбы со швейной машинкой, с тканью. В клубе девочки сами раскраивают и шьют детские вещи, постельное белье, предметы текстильного декора, игрушки. Запах свежей сдобы в доме создает особый уют. Вот и учатся маленькие горлицы этот уют создавать, а заодно баловать вкусной выпечкой своих родителей и друзей. Пекут пироги, булочки, пирожные. И все. Можете видеть, как там стоят красные, салфа, плотные и покрышки. Потому что потом тесто увеличить и вырозить. И все для рабочих. Так, хочу же вырозить. Все, ладно. Забьем. В каждой девочке уже живет сестра милосердия. Ее нужно только разбудить, то есть раскрыть желание, заботиться о тех, кто слабее, немощен, нуждается в помощи, да и просто о своих близких, о будущих детях. Летом юные горлицы собирали лекарственные травы, учились их сушить, сами сортировали и фасовали. У нас побольше такой регион, который очень богат лекарственными травмами, очень многие занесены в Красную книгу. И не каждый человек может пойти, позволить себе покупать достаточное количество трав в наших аптеках. Ну и качество сырья неизвестно какое. Здесь все-таки девочки собрались своими руками, зачастую с молитвой это делается. Рано утром они встают, в 4-5 утра, да, и едут, потому что сбор трав осуществляется очень рано утром. Когда еще роса на траве, вот в этом очень помогает наш священник, отец Георгий. Он загружает всех в свою большую машину и везет всех девчонок на сбор трав. Вот собрали такие травы, как душица, зверобой, то есть очень нужные. У нас в больших количествах произрастают. Редактор субтитров А.Семкин Тренируются участницы клуба в оказании первой медицинской помощи. Не приведи Господь, конечно, чтобы это было очень сильно нужно, но они должны уметь оказать первую помощь, они должны не пугаться. Вот, и все мы должны относиться с любовью к ближнему, состраданием. И как раз на этих занятиях обучаем их тому, что возлюби ближнего как самого себя, помоги ему. Девочки ходят в храм, но общение со священником не ограничивается только участием в богослужениях. Отец Георгий много времени посвящает клубу. Найдут беседы. Беседы о нравственности, о целомудрии, то есть о том, какова вообще роль женщины. Роль женщины в мире, роль женщины в семье. Насколько это важно. Он понимает и ценит ту работу, которая здесь проводится по формированию облика русской православной женщины, которая всегда занималась рукоделием, была хранительницей домашнего очага, чтобы супруг, дети приходили в дом с радостью. Вот именно в том, в этом ключе как раз и работает у нас отец Георгий. У нас всегда девчонки хотят приняться на белом коне, но нужно быть самой принцессой, самой быть достойной. Знаете, раньше я читала такая пословица была, что хорошую невесту жениха за печкой найдет. Вот стараемся воспитать таких хороших невест, которые будут искать. И хотя в клубе девочки разного возраста, им всем здесь интересно и комфортно заниматься одним делом, общаться друг с другом и со своей наставницей. Самой старшей, Насте, уже 18, а младшей Полине всего 9. Для того, чтобы она поняла, что она здесь тоже нужна, мы ей придумываем какие-то задания. Да, мы ей говорим о том, что посмотри, вот девчонки, может быть, что-то неправильно прошили, посмотри, ты должна проверить все строчки, ровно, неровно. Вдруг они где-то там узелок не завязали, еще что-то. А она с удовольствием в это включается, она понимает, что ее работа очень важная. Да, и она это все делает, но и нам тоже хорошо. Она пошила сама вот собственную игрушку, вот, это уже ее произведение. Мы, когда с ними здесь работаем, мы же не просто общаемся только вот по там шитью или там по кулинарии, мы ближе друг к другу узнаем. Мы дружим, они вот такие маленькие, маленькие подружки мои, которые чем-то делятся своим, где-то иногда что-то у меня спрашивают. А мне очень приятно, что они ценят наше общение. Вот, видишь, как они растут, растут вот даже в том уровне работы, которая здесь производится. Вот я получаю большое удовольствие от общения с ними, надеюсь, что и они тоже. Домашняя обстановка клуба не предполагает большого количества воспитанниц, но это и не обязательно. Вращаемся к Святому Писанию, к Евангелию. «Господь проповедовал тысячу, за ним пошли только двенадцать, из них один был предателем». И как потом распространилось это учение. Здесь то же самое, пусть это будут несколько девочек, они все это впитают, все то, что мы им дадим. Глядя на дочерей, клуб захотелось и родителям. Позиция одной из мам была, она говорит, а мы тоже горлицы, пусть мы старше, но мы такие же птички, и мы тоже хотим помогать, мы тоже хотим быть здесь. Вот, то есть смотрите, получилось так, что посеяно зерно доброе, дети его принесли в семью и подключили своих родителей. Уже здесь мамы в этом клубе, они помогают, но им это вдвойне приятно. Девочки потом, вот все эти знания, которые они получили здесь на занятиях, и вообще не вообще с нами, да, с руководителем клуба, с священником отцом Георгием, они же в себе это все складывают в сердце. А потом своим детям передадут, своим близким, знакомым, и это уже будет пользой. Это вот мы посеяли, а дальше уже как Господь решит. Эти девочки, эти мамы, они всегда моя помощь, моя опора, мои крылышки, которые поддерживают и всегда помогут. Потому что мы все делаем все во славу Божию для людей. Православная вера нам в этом очень сильно помогает. Я мама троих детей. Две дочки у меня посещают клуб Горлица. Им очень нравится. Особенно, когда они приходили на занятия в Аляне. Валяли бусы очень красивые. Также лепили из теста соленого разной фигурки. Большими интересами Катя делает, и очень ей нравится. Также у них есть такое занятие, как кулинария. Выпекают разные вкусняшки. Дома она это все приносит. И также через некоторое время дома начинает также выпекать. Недавно выпекала торт брауни. Очень понравился шоколадный. Прямо получилось вкусно. Угощала нас. Разные пряники делает. Я знаю, где мой ребенок находится, чем занимается. У меня младшая дочка, ей сейчас 7 лет будет в ноябре. Я думаю, тоже с удовольствием будет ходить в этот же клуб. Больше всего шитье мне понравилось. Мы там разные... Понимали, как надо правильно создавать разные вещи. Я понимала, что всякие удивительные, например, как плазишки, распашонки, можно шить своими руками. Сначала не сразу получалось. Бывало, что что-то там ломали, не так сшивали. Но потом я научилась, узнала всего больше, чем в школе. У меня вот, ну, совершенствовать есть желание, ну, делать разные вещи, людям это, дарить, помогать. Вот. Потом мне это в жизни, конечно, пригодится, потому что, ну, что-то для себя сделать, что-то, например, для своих детей, для знакомых. В течение полугода птички, как их ласково называет Юлия Николаевна, трудились во славу Божию. И осенью, как итог этого труда, было организовано несколько благотворительных акций. В конце сентября, перед самым началом ежегодного всплеска простудных заболеваний, девочки вручали сборы трав прихожанам Церкви Святой Троицы. А в один из субботних дней перед началом вечерней службы в храме святителя Пантелеймона прошла ярмарка раздача сшитых вещей и угощением выпечкой. Гости праздника от всего сердца благодарили гордость. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»